МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правдивы ли слова Владимира Путина об огромных потерях украинской армии в ходе начавшегося, как он утверждает, 4 июня наступления ВСУ? Бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева приговорена к 7,5 годам колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества. Дональду Трампу во второй раз за последние несколько месяцев предъявлены обвинения в уголовном преступлении. Экс-президент США вину отрицает. Так же сегодня. Слушай, если нашлется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесением какого-то там удара? Это не вопрос. Александр Лукашенко намекает, что может без разрешения Кремля применить российское ядерное оружие, которое будет размещено на территории Белоруссии. Число погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге в ночь на вторник увеличилось до 12 человек. Один из пострадавших, 67-летний мужчина, скончался в больнице от полученных ожогов. Сегодня ночью удару подверглась Одесса. По сообщениям местных властей, ракета попала в склад торговой сети. Три человека погибли, семеро ранены. Еще три мирных жителя погибли при обстреле Краматорской и Константиновки в Донецкой области. На Владимир Путин вчера довольно развернуто прокомментировал ход начавшегося, как он утверждает, 4 июня наступления украинской армии. На встрече с так называемыми военкорами Путин привел данные потерь ВСУ. Президент России как бы припоминал эти цифры. Таким же тоном он приводил, к примеру, различные данные, связанные с российской экономикой или банковской системой. Так вот, приведенные Путиным цифры по размаху превзошли даже оценки Министерства обороны России, над которыми смеялся Евгений Пригожин. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием, большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины. И по моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30 процентов от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Но наши потери по остальным показателям, по личным составам Путина Минобороны говорят, а здесь, вот я сказал, танков у них свыше 160, у нас 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту. Это был фрагмент встречи Владимира Путина с так называемыми военкорами. Некоторые военные эксперты считают, что число подбитых украинских танков Путин завысил более чем в 10 раз, а единиц бронетехники в целом в 4 раза. Но подчеркну, что и эта информация может быть необъективной. Точно установить потери сторон в условиях войны практически невозможно. Командование ВСУ заявляет о том, что военная инициатива находится сейчас в руках украинской армии. Вот что в интервью телеканалу в настоящее время сказал командующий одной из воюющих под Бахмутом бригад ВСУ Максим Жорин. Мы продвигаемся вперед на одном из флангов, пробиваем врага из позиций, закрепляемся на них, готовим план дальнейших действий и продвигаемся вперед. На данный момент могу сказать с твердой уверенностью о том, что мы полностью выбили инициативу у врага. И на данный момент, по крайней мере на нашем фланге, все происходит исключительно по сценарию, который диктуем мы. Это был командующий одной из бригад вооруженных сил Украины Максим Жорин. При этом украинские военные признают, что они сталкиваются с гораздо более организованным сопротивлением, чем во время осеннего наступления ВСУ в прошлом году. Российские войска подготовили несколько оборонительных линий, прорвать которые очень сложно. Вот что говорит боец ВСУ Константин Денисов. Это фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода» Донбасс Реалии. По методичке очень грамотно. Это различные линии обороны, в том числе на некоторых участках, знаете, такие фортификционные сооружения, которые можно назвать засадами, специально сделанными заманухами. Туда наши ребята заходят, их засекает беспилотник, а после этого их сразу накрывает шквальной артиллерией. Тут нужно работать грамотно, но для этого есть специальная техника. Говорил украинский военнослужащий Константин Денисов. В ходе уже упомянутой встречи с военкорами Путину пришлось отвечать на в целом не слишком приятные для него вопросы, связанные с ходом войны в Украине и, в частности, с атакой беспилотников на Москву и даже на Кремль. Ответ Путина звучал довольно противоречиво, на мой взгляд. Вот этот диалог. Меняется обстановка, меняется положение, меняются, наверное, и цели, и задачи специальной военной операции. Скажите, как они изменились, изменились ли? Нет, ну, они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. И они для нас носят фундаментальный характер. А как так получается, что у нас вражеские беспилотники долетают до Кремля? И почему мы, начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать своё население из приграничных территорий? Здесь о чём можно говорить? Ну, конечно, нужно укреплять границу. И наверняка, если кто-то из вас там работает, видите, что этот процесс идёт. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, остаётся. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, это говорят очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Под словами Путина, говорю очень аккуратно, можно вполне рассмотреть угрозу применения ядерного оружия, о которой совершенно открыто заявил один из советников Путина, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов. Россия считает, Караганов необходима сокрушительная победа не над Украиной, а над самим Западом. Он предлагает, цитата, «восстанавливать убедительность ядерного сдерживания, понижая недопустимо задранный порог применения ядерного оружия, расчётливо, но быстро идя вверх по лестнице сдерживания и эскалации». Есть в статье Караганова и такая фраза, «противник должен знать, что мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне». Литературный критик Михаил Эдельштейн заметил по поводу этой фразы Караганова, что словосочетание «упреждающий удар возмездия» — это явный оксюмором. Ядерная риторика прозвучала и в интервью Александра Лукашенко, ведущей программы «60 минут» на канале «Россия» Ольги Скобеевой. Лукашенко, не стесняясь, говорил о том, что при тактическом ядерном ударе могут погибнуть несколько миллионов человек, но на ограниченной территории. Лукашенко также дал понять, что может сам принимать решение о применении российского ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. «Я не просто его уже просил, я уже требовал, верни мне ядерное оружие. Не надо стратегическое, мне зачем. С Америкой же я не собираюсь своего тактического. Вполне достаточно. Искандер бьет 500 километров и больше. А у него боеголовка ядерная. Так вот я ему говорю, ну, если там у тебя проблема с этими тактическими боезарядами, ну ты мне вот сюда, в Полонез, впихни ядерное оружие. Мне говорят, нам легче поставить. Я говорю, тогда надо поставлять, потому что мы видим ситуацию. Ну и то, что даже я сказать не могу, это под камеру. Да, мы договорились. Мы выполняем это. Поэтому целью мы были всегда, нас порвать на куски. С 20-го года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаке. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. Но это все-таки ограниченная территория. Как только все завезем, оно будет рассредоточено. Беларусь у нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно, у нас их было много. Мы их уже сегодня 5-6 это восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте. А какая договоренность? Если вам кажется, что агрессия, надо будет созвониться с Путиным и... Слушай, вот часто слышу, а вот это российское оружие, без России, чем не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема с согласоватным нанесением какого-то там удара? Это не вопрос. Это был фрагмент интервью Александра Лукашенко. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия» Ольги Скобеевой. Эти заявления Лукашенко я попросил прокомментировать белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. Виталий, вчера Владимир Путин, встречаясь с так называемыми военкорами, намекал на применение ядерного оружия, говоря о некой санитарной зоне в пределах Украины. И вчера же Александр Лукашенко, в общем-то, открыто говорил о том, что в результате применения тактического ядерного оружия погибнут несколько миллионов человек, но при этом фактически оправдывал возможность такого удара. Вы видите какие-то изменения в риторике Лукашенко в последние дни? Ну, в общем-то, стратегически нет, риторика остается той же самой, только немного, мне кажется, уже прояснились такие разделения ролей между Кремлем и Лукашенко, потому что, очевидно, они играют в одну стратегическую игру, но Лукашенко при этом, конечно, отстаивает свои интересы, свои риторические, политические интересы, прежде всего для белорусской публики, я вот объясню. Потому что, очевидно, что с размещением ядерного оружия в Беларуси, Москва, Кремль играют свою стратегическую ставку, игру с Западом, подвышает, скажем так, уровень противостояния, повышает эскалацию. При этом Лукашенко абсолютно является винтиком в этой игре, но для белорусской публики он старается представить это так, что это, мол, не решение Кремля, а это его собственное белорусское решение. Даже, ну, так довольно смешно звучало, когда он говорил, что он не просто просил, а стал уже требовать у Путина, верните нам это ядерное оружие, мы же давно ждем. И, очевидно, на фоне того, что около 80% белорусов, в том числе и сторонники Лукашенко, они против появления ядерного оружия в Беларуси, то на этом фоне вот это решение, которое, очевидно, было принято Москвой, Лукашенко хочет представить, как полезное для Беларуси, необходимое для защиты Беларуси, и чуть ли не как его решение. Также в связи с этим мы видим, какие идут высказывания про то, что, мол, это Лукашенко будет принимать решение о применении ядерного оружия, хотя Москва, ну, так, осторожненько, но всегда это опровергала и подтверждала и на уровне Шойгу, и на уровне Путина, что это будет решение Москвы, применение ядерного оружия остается за Москвой, но Лукашенко, тем не менее, не опираясь ни на какие там конкретные факты, просто заявляет, что вот чуть ли не ООН будет там решать, звонить Путину и так далее. При этом интересно, что сами же белорусские дипломаты, вот за все это время, как появилась эта тема, начиная с апреля, заявляли, в том числе от официальной трибуны ООН, что размещение ядерного оружия, это чисто, ну, скажем так, как российское ядерное оружие, к которому применению и Беларусь не будет иметь никакого отношения, поэтому это не нарушает никакие правила, никакие договоры о ядерном оружии и так далее. То есть для зарубежной публики говорится одно, а для белорусского народа Лукашенко представляет эту ситуацию, как вот чуть ли не он автор и главный инициатор этого решения. Ну и мне кажется, Москва не против этого, дает Лукашенко возможность так вот риторически сохранить лицо, потому что главное, Москва решает свои стратегические задачи, повторяюсь, в, скажем, противостоянии с Западом, в эскалации этого противостояния. Ну а Лукашенко остается роль при этом говорить о том, что он вроде бы был не против и даже это ему выгодно. Наивный, наверное, вопрос в нынешней ситуации, но белорусское общество хоть как-то в состоянии реагировать? Вы только что сказали, что абсолютное большинство против размещения ядерного оружия. С учетом того, что действительно происходит в Беларуси, с учетом того уровня репрессий и масштабов репрессий, конечно, какого-то публичного протеста в данном случае внутри Беларуси ожидать не приходится, но белорусская оппозиция, штаб Светлана Тихоноска, который находится за рубежом, сейчас все более резко и остро высказывается. Например, представитель этого штаба Сахащик, который является как бы, ну, словно говоря, министром обороны, представителем по вопросам обороны, заявил довольно открыто, что вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси, безусловно, повлечет за собой активизацию партизанского движения в Беларуси, и что стоит ожидать каких-то более, ну, скажем, открытых акций, имеется в виду именно акций военных и так далее. Поэтому никто не расшифровывает, что это может быть, но в любом случае такое напряжение, которое появится в Беларуси с размещением российского ядерного оружия, оно, безусловно, будет возрастать, и, безусловно, такое непринятие этого решения большинством белорусов, оно, возможно, будет как-то превращаться в какие-то акции, действия, пока мы не знаем какие, но очевидно, что оппозиция эту тему активно развивает, активно противостоит этому размещению и заявляет о том, что будет принимать какие-то довольно радикальные шаги. Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 14 июня. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Делегация стран Африки, Замбии, Сенегала, Конго, Уганда, Египта и ЮАР намерена в ближайшие дни посетить Украину и Россию, чтобы предложить президентам этих стран Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину свой мирный план по урегулированию конфликта в Украине. Напомню, что ранее с мирными инициативами в разных формах выступали Китай, Индонезия, Бразилия, Мексика, другие страны, и все эти инициативы содержали заведомо неприемлемые для Киева условия, а вот пункта о безоговорочном выводе российских войск из Украины в них не было. Почему предлагаемые странами Африки, Южной Америки и Южной Азии планы мирного урегулирования в Украине всегда выгодны Кремлю? Об этом рассуждает украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий в Киеве Александр Хара. Если мы говорим, например, про мирный план УДД Сильва, о котором он говорил, еще не будучи президентом, он говорил, что Крым это вообще русский, историю, естественно, он плохо историю знает, что Крым был больше в составе Украины, нежели Российской Федерации, что он больше был крымско-татарским, нежели украинским или русским, и он был в тысячи раз больше греческим. Собственно, мои корни из Крыма, я украинский грек, и в пятом столетии до нашей эры селились в Америке, но он этого все не учитывает. Он смотрит на ситуацию, как будто есть американская империя, которая воюет и навязывает свою волю другим государствам, в частности Российской Федерации. Поэтому, грубо говоря, его левацкие взгляды формируют такой подход, который полностью совпадает с Российской Федерацией. Индонезия, немножко другая ситуация, они по большому счету, как глобальный юг, видят, есть какие противоречия, ну глобальные, скажем так, между Западом, свободным миром и миром, что развивается, или глобальным югом. Им кажется, что это локальный конфликт, европейский, и почему-то европейцы хотят, чтобы все стали на их сторону и поддерживали Украину, поддерживали Запад, когда Запад не обращал внимания на те проблемы, которые есть там. Второй момент, они ведут Россию, как та, которая бросает вызов глобальному довернированию Соединенных Штатов, и очень многие страны не довольны тем, как Соединенные Штаты вели себя последние несколько, ну по крайней мере, с 91-го года. И у них есть у некоторых основания в этом. Следующий момент, естественно, что они воспринимают этот конфликт как как-то через призму российской истории, то, что есть какие-то русскоговорящие или этнические русские, значит, там есть основания у России для этого. Дальше вопросы безопасности. И они верят в то, что у России есть какие-то легитимные требования, а НАТО все расширяется и расширяется. И вот Украина это как раз таки то, что спровоцировало Россию на войну. Хотя, понятное дело, что это абсолютно неправда. И знаете, вот буквально один пример. В 94-м году Украина была де-факто союзником Российской Федерации. Не хотела ни в ЕС, ни в НАТО. Но тогда Россия попробовала оккупировать украинский Крым, аннексировать его. Тогда наши спецслужбы сработали нормально. Поэтому вопрос не в том, что расширяется НАТО, Украина хочет быть частью европейской цивилизации и защититься от возможной агрессии. А в том, что Россия хочет расширяться, и она фактически не воспринимает Украину как независимое государство, а украинский народ как отдельный от русского народа. Поэтому мы видим эту геноцидальную войну, не имперскую по своей сути. Мнение эксперта Центра оборонных стратегий в Киеве Александра Хары. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Уфе приговорил бывшую главу штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву к 7 годам и 6 месяцам колонии и к штрафу в 400 тысяч рублей по статье об организации экстремистского сообщества. Обвинение просило для Чанышевой 12 лет лишения свободы. Чанышева была арестована в ноябре 2021 года по так называемому «объединенному уголовному делу», возбужденному в отношении Навального и его ближайших соратников. Лилия Чанышева известна жесткой критикой действий российских властей, прежде всего властей Башкирии. После вынесения приговора она поблагодарила своих сторонников за поддержку. В таком случае приговор не обращается. Это просто будет трудный путь к свободе. И только благодаря вам он может стать легче и короче. Верьте в себя, трудитесь на благо позиции на такие деньги, пишите письма, вы очень нужны мне, вы очень нужны другим форме заключённым, и вы очень нужны нашей несчастной стране. Но я тоже могу допускать руки и, я считаю, что вместе мы сможем сделать Россию свободной, мирной и человечной страной. Это была российская политическая заключённая, бывшая глава штаба Алексея Навального Лилия Чанышева. Адвокат Чанышевой после суда заявил, что обвинение вполне возможно будет ходатайствовать об ужесточении приговора его подзащитной. Бывшему президенту США Дональду Трампу во второй раз за последние несколько месяцев предъявлены обвинения в уголовном преступлении. В федеральном суде в Майами Трамп отказался признать свою вину в инкриминируемых ему деяниях и подтвердил, что будет участвовать в президентской избирательной кампании в США в 2024 году. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов. На этот раз Дональду Трампу предъявлены обвинения в федеральных преступлениях на основании закона о шпионаже. Покидая пост, бывший президент обязан сдать в национальный архив всю находящуюся в его офисе документацию. Трамп утаил несколько десятков коробок с бумагами, среди которых были секретные и совершенно секретные. Они хранились в его флоридском поместье Мар-А-Лаго, фактически в открытом доступе. И есть свидетельства о том, что он показывал некоторые документы своим гостям. Трамп отрицает свою вину. По его мнению, президент вправе рассекретить любой документ по собственному усмотрению. Влиятельный сенатор, республиканец Линдси Грэм, считает обвинения абсурдными. Я не знаю, что произошло, но посмотрите, кого обвиняют по закону о шпионаже. Джулиана Ассанжа, Эдварда Сноудена, Челси Мэнинг, людей, которые передавали секретную информацию прессе, чтобы навредить стране, или предоставляли ее иностранной державе. Здесь этого не было. Вы можете ненавидеть Дональда Трампа всеми фибрами души, но он не шпион. Он не занимался шпионажем. У бывшего директора ЦРУ Джона Брэннана ровно противоположное мнение. Если бы в течение многих месяцев небезопасного хранения этих документов в Мар-А-Лагу иностранным разведслужбам пришло в голову получить к ним доступ, думаю, что для наших изощренных противников не составило бы труда скопировать эти бумаги. И именно поэтому перед разведывательным сообществом сейчас стоит задача определить, какие секреты могли быть раскрыты, какие источники могли быть скомпрометированы, потому что эти люди рискуют своей жизнью. Бывший министр юстиции США Билл Барр, который отказался возбудить уголовное дело на основании доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предвыборном сговоре с Россией, говорит, что был потрясен, когда прочел обвинительное заключение. Идея представить здесь Трампа в качестве жертвы, жертвы охоты на ведьм, просто нелепа. Да, он был жертвой в прошлом. Да, его противники одержимо преследовали его ложными обвинениями. И я был на его стороне. Защищал его, когда он был жертвой. Но это совсем другое дело. Он здесь не жертва. Он совершенно не прав, когда утверждает, что он имеет право хранить эти документы. Если обвинения будут доказаны, Дональд Трамп может получить до 22 лет лишения свободы. Но факт его осуждения не является препятствием для участия в президентской гонке. Историк Майкл Бершлос напоминает, что в истории США уже был случай, когда кандидат в президенты ввел избирательную кампанию, сидя в тюрьме. Это был лидер Социалистической партии Америки Юджин Деппс, осужденный в 1918 году на 10 лет лишения свободы за подстрекательство к мятежу, а на самом деле за антивоенную агитацию. В 1920 году он вел президентскую кампанию, находясь в тюремной камере. Он не был избран, поэтому мы не знаем, смог ли бы он исполнять обязанности президента, оставаясь в тюрьме. Это то, о чем сегодня говорят. И этот вопрос показывает нам, насколько нынешняя ситуация выходит за рамки нашего исторического опыта. Экс-президент обвиняется в серьезных федеральных преступлениях. Он фаворит президентской гонки, кандидат одной из двух главных американских партий. Так что шоу только начинается. Действительно, Дональд Трамп постарался превратить свою явку в Федеральный окружной суд в Майами в шоу. Он провел в здании суда 50 минут, в течение которых формально находился под арестом. И не проронил там ни слова. На вопрос, признает ли он себя виновным в перечисленных преступлениях, за него ответил адвокат. Нет, не признает. У здания суда и по маршруту следования кортежа стояли приветствующие Трампа сторонники. Были и противники, но в явном меньшинстве. Вернувшись в свой гольф-клуб в Нью-Джерси, Трамп выступил с речью. Сегодня мы были свидетелями самого гнусного в истории нашей страны злоупотребления властью. Коррумпированный действующий президент арестовывает своего главного политического оппонента на основании ложных и сфабрикованных обвинений, по которым можно осудить и его самого, и ряд других президентов, как раз посреди президентской кампании, которую он безнадежно проигрывает. Вот это и называется вмешательством в выборы. И это еще одна попытка сфальсифицировать их результаты и украсть у нас победу. Это политическая репрессия по образцу фашистского или коммунистического режима. Этот день станет днем позора. А Джо Байден войдет в историю не только как самый коррумпированный президент нашей страны, но и, что еще важнее, как президент, который, сообща с шайкой своих приближенных молодчиков, от щепенцев и марксистов, пытался разрушить американскую демократию. Но ему это не удастся, а мы выиграем. И выиграем еще убедительнее, чем прежде. Дональд Трамп освобожден до суда без залога, под его личное ручательство. Он никак не ограничен в передвижениях, и от него не потребовали сдать паспорт для заграничных поездок. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Это был информационный дайджест «Время Свобода». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К Вашим услугам популярные приложения подкастов. И наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время Свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова